Долги, остатки, дефицит. В парламенте обсуждают исполнение республиканского бюджета. Депутаты пытались выяснить причины неосвоения и неэффективного использования средств. Так, по данным Минфина, не освоено 36 миллиардов тенге, неэффективно использовано 268 миллиардов. По суммам это бюджеты небольших городов и даже областных центров. Из года в год ситуация повторяется. Чтобы ее изменить, необходимо пересмотреть планирование и выделять меньше денег нас, компаниям, считают законотворцы. Здравствуйте, меня зовут Динара Аклжанова, в эфире программа «Проект закона». Кошелек страны в прошлом году пополнился на 7 триллионов 760 миллиардов тенге. Расходы составили 8 триллионов 501 миллиард тенге. Эти два основных показателя по сравнению с 2015 годом выросли на 30,8% и на 18,6% соответственно. Дефицит удалось сократить на 171 миллиард тенге. Его объем к ВВП 1,6% при плане в 2%. В целом показатели выглядят благополучно по сравнению с предыдущими годами, но результативность и эффективность все-таки вызывают сомнения и вопросы. Основной вопрос депутата Собельянова – как тратят деньги бюджетом нацкомпании и организации, которые выполняют госзаказ. Им было выделено 323 миллиарда тенге. Из них почти половина не освоена. 113 миллиардов тенге просто остались лежать на счетах Казагра, КТЖ, Казавтожол, Объединенной химической компании, КАЗ Телерадио и других организаций, которые финансируются из бюджета страны. Возьмут деньги и не осваивают. Получается, экономику не развивают, план не выполняют. 113 миллиардов тенге. Почему столько денег осталось и не использовано? Почему нет ответственности? Почему у нас такое неправильное планирование? Да на эти деньги можно было бы наладить водностабжение не только в селах, но и по всему Казахстану. Я считаю, что если нет результата, мы должны сократить средства, которые направляем в квази-государственный сектор. По словам министра финансов Бахыта Султанова, остатки лежат на специальных счетах и будут использованы только после реализации проектов. Таких как строительство аэропортов, вокзалов, дорог, обеспечение их безопасности, решение вопросов интернет-связи. Глава Минфина отметил, что в будущем необходимо переходить на новые принципы ГЧП. Правда, какие именно, не уточнил. Другие неточности, но уже в самих отчетах Минфина, вице-спикер Мажулиса посчитала умышленными. По некоторым параметрам указано, и очень хорошо, и правильно, что показатели не достигнуты, то есть открыто об этом сказали. Но при этом о сумме умалчивается. А сколько же все-таки цели своей не достигло и сколько было в рамках этой программы не выполнено. Это то, что делали в предыдущие годы. В этом году, видимо, намеренно ушли от этого, чтобы, скажем, бдительность депутатского корпуса немного снизить. Никакого умысла скрывать какие-то данные, конечно же, нет. В свете принятых решений по перераспределению полномочий, поверьте, это в интересах правительства, быть максимально прозрачными. И покажите нам развернутой информацией, что... В материалах эта информация есть, просто в моем 25-минутном докладе, чтобы не перегружать, в слайдах мы, конечно же, не все указали, но в материалах все есть. И на рабочих группах то, что вы сказали письменно, мы все предоставим полностью и открыто. Открыто и полностью министр ответил на вопросы депутатов о госдолге. Его сумма сегодня 8 триллионов 704 миллиарда тенге. Из них внешний долг, займы в международных банках, 4 триллиона 350 миллиардов тенге. Эти кредиты брали в долларах. С учетом коррекции курса тенге, внешние долги выросли в два раза. Какой мы получили эффект, если мы привлекали эти займы под те, как мы говорили, как обосновывается, что привлекаются длинные деньги под низкие проценты, там 2 процента, но 50 процентов курсовая разница к долгу, это ведь намного превышает ту выгоду, которую получила республика. Для финансовой стабильности в стране необходимо четкое планирование и контроль за использованием средств бюджета. И благодаря законодательным мерам счетный комитет теперь работает в новом формате, как лучшие в мире аудиторские компании. Казначеи страны не только выявляют финансовые нарушения, но и пытаются выяснить их причины, что улучшит показатели бюджета. Это был проект «Закона» на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова